Это не мы им столько упаяли, и даже не Господь Бог. Они сами напросились на такие сроки, когда решили выйти и пойти против нас, у нашу сторону. Мы что ли этих негодяев на проспекты закликали? Нет, они так решили самостоятельно. А после по команде Гурбой начали крушить наши города, это как понимать. Но мы и начали их отстреливать согласно Конституции. Так какой может быть спрос с нашей судебной системы? А тем более с нас, как с главенствующего органа гаранта тишины, спокойствия и синих задниц. Здравствуйте. Лично у нас вопросов к вынесенным приговорам нет и быть не может. А если их нет у нас, то и у остальных их подавно быть не должно. Или у кого-то они еще остались. Тогда, пожалуйста, представьтесь, кто вы, что вы. А можно просто сказать, где вы. И мы с вами встретимся и в кратчайшие сроки. Сегодня в выпуске. Их дело укуса, а наше дело правое. Во всем, что у нас здесь творится, виноваты тех, кто там. Мы в срочном парадке спасли их срочника. Павлук звонил, звонил и дозвонился. Все, хватит щекотать наши нервы. Слушайте, ну что они там заладили на своем этом захнивающем конце Европы? Не признаем, не признаем, словно попугай на плече полосатого пирата. Ну не хотите, не надо. Мы принуждать никого не будем. А тем более кому-то что-то доказывать. Это не наши методы. Знаете, в чем заключается вся проблема Запада по отношению к нам? О том, что они попросту нам завидуют. Ведь так, так не умеют. А учить мы никого не собираемся. Тем более бесплатно. Хоть все знают, что у нас лучше у мира образования. Попробуйте на протяжении трех десятков лет, живя исключительно по закону, занимать лидирующие строчки у глобальной поисковой системы. Фигушки. Потому отдельные там с пеной у рта пытаются укусить нас за штанину. При этом еще умудраясь обвинять нас в отсутствии должных прав и свобод. Чхать мы хотели на их обвинение. Повторюсь, это зависть. Ибо мы своей консервативностью разрываем все их шаблоны и модели чужой нам морали. Их курс развития не что иное, как атовизм. Пирожиток прошлого. Сейчас не те времена. Народу надо устраивать взбучку, порку и публичную. А не идти на поводу по первым же его мольбам и вздохам. Альпистунович не нянька, а педагог. Это надо понимать. Референдум нам нужен. И в первую очередь для того, чтобы Польша не воплотила свой коварный план по порабощению земель наших русских. А она его на минуточку вынашивает на протяжении 10 миллионов лет со дня основания Речи Посполитой. Не выйдет. Слушайте, даже американцы не столько поднашивали здесь отдельных долбней, запрыгая про сумленные выборы, сколько Польша впарывала здесь свою сюжетную линию. Параллельно проплачивая и обучая отдельных отморозков на местах. Мы за всей этой диверсией вели пристальное наблюдение и вовремя перохватывали усе их денежные переводы, одновременно подстраховываясь российскими кредитами, выпрошенными на стабильную борьбу внутри страны. Слушайте, эти паны только спят и видят, как к нашим названиям улиц добавить свое пше. Мы что, мало под их плеткой ходили? Лично я в страшном сне не могу себе представить у центра Минска площадь имени Пшленина. Потому референдумы быть. Унесем усе соответствующие поправки и согласно им, оставшихся недовольных, вынесем ногами в перот без последующего бальзамирования. Точка. Мы спасли человека. Вырвали его из волчьей пасти. Этот бедолага оказался польским солдатиком. Вы только удумайтесь, какое кошчумство бросать на морозе человека в одних трусиках. Более того, эти изверги с той стороны границы пустили из него кровь. Привязали к ногам оленей потроха, а несчастного к дереву. Еще бы минута и все. Разорвали бы гиены. Но наши бравые погранцы, увидев этот ужас, рысью рынулись его спасать. Где ползком, где кувырком, где присталным шагом. Они осознанно шли на рыск. Ибо человеческая жизнь для наших бравых бойцов превыше всего. И плевать, какие на нем нашивки. Честное слово. Слушайте, спасли. Отогрели, напоили чаем, положили в госпиталь. А он говорит, нет времени прохлаждаться. Срочно доставьте меня на первый канал. Я должен рассказать, какой дикий ужас творится по ту сторону границы. Ну что ж. Мы выдали форму знакомых ему цветов. Благо, на Беларусьфильме у нас этого конфиската достаточно. В первую очередь, для того, чтобы войну было комфортно. Чтобы не было резкого перехода от капитализма к социализму. И человек рассказал все, что там было. И что будет? Дичь. Просто дичь. И у нас нет повода ему не доверять. Ну, всего рассказывать я не могу. Потерпите. Не благодарите. Послушайте, этот их паук – настоящий провокатор. А если выражаться по-народному, сельский дурачок. Ну, вы знаете, такой босяк у каждой вёски бродил за пастухом. Что-то неунятное бурча сам себе под нос. И у первой же попавшейся лепёшки греет ноги. Так он за бугром продолжил свою самодеятельность. Только обыгрывает его уже не родные кучи, а западные гранты. На этом мы закрыть глаза не можем. Это же настоящий телефонный эксгибиционист, честное слово. Звонит промом эфиры и, оголяя свои проблемы, выворачивает их прямиком на стол. Да ещё и без маски. Это как понимать? Так ладно только свои. К его недугам мы худо-бедно привыкли. Так нет же. Ему этого мало. Подначивает нормальных граждан искать проблемы в тех местах, где мы сами знаем, что они есть. А тыкать ими у нас не надо. Мы это не приемлем. А полоумив совсем. Тут пока не уехал, тёгался с камерой, как непрекаянный, по райвы камкамам. Караулив на проходной людей при исполнении. По поводу и без. А как свинтил в 20-м году, поджавший лапки, так стал что-нибудь день барабанить госучреждение. Отвлекая аппарат от поставленных перед ним железобетонных задач. Ну что это такое? Сколько можно это терпеть? Сам не работает и другим не даёт. Слушайте, человек пришёл на работу, не успел китель скинуть, а тут уже висит на линии. Исключительно для того, чтобы побаловаться. Для него это развлекаловка. Плетёт абы что, а человеку при исполнении выслушают все эти потухи. Страшный человек. Слушайте, у этого члена станокого вроде как 8 глаз. А нашей правду притык не видит. Так какой же он полук? Он крот самый настоящий. А как с подобными уредителями бороться, уж поверьте, мы знаем. А говорю, звонить никто не запрещает. Особенно у обеденный перерыв. Пожалуйста, трезвонь до посинения. Нет, ему это время не подходит. Взял за моду наярвать в рабочие часы, да ещё и с наездом. А для нас любой вопрос, поступающий из-за границы, сродни вызову на дуэль. И если нам бросают вызов, мы тут же бросаем трубку. А чокнутого мгновенно доставляем у застенки. Слушайте, то на гитаре безумолку брынчит, то у нашей приёмная. Всё, хватит. Да показывался, рудобелец. Новости спорта. Мы у всех победим. А кого не победим, тех обвиним в фальсификации и о погоде. Время летит незаметно. Но только они над нами. Не рискуют. Так как его мы тоже можем приземлить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова